Богатеть в Бога Большой урожай Ешоа показывает, каким плачевным результатом приводит любостяжание А затем он говорит своим слушателям такие слова Так бывает с тем, так это так, как было в жизни у этого богатого человека Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя А не в Бога богатеет Поэтому говорю вам, не заботьтесь о том, что вам есть и что пить То есть не беспокойтесь, другими словами говорит Ешоа о деньгах и о том, что на них покупается В Евангелии от Матфея он говорит фактически, что беспокойство это одна из разновидностей идолуслужения Давайте прочитаем из Евангелия от Матфея в 6 главе стих 24 Никто не может служить двум господам, говорит Ешоа Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить Или одному станет усердствовать, а другом не родить Не можете служить Богу и мамоне Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить Не для тела вашего, во что одеться Душа не больше ли пищи и тела одежды Здесь та же самая логика, что и в Евангелии от Луки Если вы читали 12 главу, там также вы видите слово посему или поэтому И что говорит здесь Ешоаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа его условиях, он спрашивает, как бы нас, отлично. В таком случае не беспокойтесь, говорит он о материальном, так как это один из вариантов служения Мамоне. Он фактически призывает нас закрыть эту опцию для себя раз и навсегда. Потому что беспокойство выдает нашу неуверенность в том, что Богу есть дело до наших материальных обстоятельств. Оно выдает нашу готовность обратиться за помощью к кому угодно, только бы чтобы получить эту помощь. И искушение сделать это может быть особенно сильным, когда мы в нужде. Мне эта ситуация знакома. До того, как я начал работать в центре Каспаре, где служу уже 5 лет, я пару лет был или вообще без работы, или работал на временных работах, потому что основное свое время уделял учебе. Я изучал богословие. И в материальном плане это время было для меня и моей семьи очень непростым. Но оно было очень благословенным, потому что Господь учил нас уповать на Него и только на Него. У меня было несколько ситуаций, когда мне предлагали заработок переводами, потому что я профессионально занимался и до сих пор иногда еще занимаюсь переводами с английского языка на русский. И помню, что как раз в то время у меня было несколько заманчивых предложений, от которых я отказался. В одном случае это было предложение перевести книгу, в другом делать устный перевод на одной конференции здесь, в Израиле. И мой отказ был в обоих случаях мотивирован тем, что автор книги, в первом случае и устроитель конференции, во втором распространяли учения, которые большинство верующих в Ешуа считают ересями. Искушение не идти на принцип, когда деньги нужны, было у меня, должен признаться, было искушение. Однако в таких ситуациях мне всегда помогает пример Авраама. В 14 главе книги Баришид рассказывается, как в долину Шаве навстречу Аврааму, который только что победил языческих царей в битве, вышли два человека. Кто это были? Это был царь Содома. Авраама и человек по имени Малкицедек. Малкицедек был священник Божий и он благословил Авраама после победы. Авраам дал ему десятую часть добытого в сражениях, то есть десятую часть своих трофеев военных. Почему он это сделал, кстати, не написано. Но так или иначе, царь Содома со своей стороны предложил тоже что-то Аврааму, он предложил ему сделку. Он говорит, вы можете прочитать об этом сами, 14 глава книги Баришид, бытие, он говорит ему, отдай мне людей, а трофеи, имение, как написано в синодальном переводе, рехуш, на иврите, имущество, возьми себе. Авраам ответил ему, что он не возьмет у него ничего, чтобы потом не говорили, что царь Содома обогатил Авраама. Мне кажется, это очень хороший пример. В мире есть такая поговорка, деньги не пахнут. То есть, неважно, за что вам платят, главное, чтобы платили. Это и есть, на мой взгляд, поклонение Мамоне в чистом виде. Авраам понимал, что деньги пахнут. И то, что его рабы захватили в Содоме, это не благословение Всевышнего. И поэтому он отказался оставить себе что-либо из этого. И как мы видим дальше, Бог почтил его веру, исполнив свое обещание. У него также родился сын, Ицхак, обещанный сын. А также Бог благословил его материально. И таким образом, первая причина, по которой мы отказываемся беспокоиться, в том, что беспокойство о материальном это разновидность идола служения, это разновидность служения или поклонения Мамоне вместо служения Богу. Вторая в том, что беспокойство просто-напросто бесполезно. То есть, оно не действует, оно не работает, оно не помогает. В Матфея 6 главе стихе 27 Ишо говорит так. Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Что такое локоть? Вот это расстояние примерно. И здесь Ишо рассуждает очень по-еврейски. Он говорит, что вы беспокоитесь. Зачем? Это не нужно. Это просто непрактично. Это не работает, потому что с помощью беспокойства вы не можете изменить самого себя. А если вы не можете сделать даже это, то какой смысл своим беспокойством пытаться что-то изменить вокруг себя? И, наконец, третья причина. Беспокойство не просто не помогает, оно вредит. Оно крадет мир из нашего сердца и ума. Оно наполняет наше сердце и ум тревогой, стрессом, страхом. Это совершенно не то состояние, в котором Бог хочет, чтобы мы находились. В Иоанна 14 главе стихе 27 Ишо сказал такие слова. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Мой шалом, говорит он, я даю вам. Дальше он говорит, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Так что совершенно ясно, что воля Божья о наших сердцах состоит в том, чтобы они пребывали в мире, чтобы мы имели внутри себя шалом, а не тревогу, беспокойство, страх, стресс, смущение и тому подобные состояния. Теперь возникает вопрос, а как же мы можем жить? Это все звучит, конечно, прекрасно, как все, что сказал Господь, как все, что написано в его условиях, все это звучит замечательно, но как практически мы можем жить, не теряя этот мир, то есть не беспокоясь, как мы можем жить в этом шаломе, который он дал нам. Писание здесь дает нам несколько ясных указаний, и я хочу, чтобы мы вместе посмотрели, что там сказано на эту тему. Во-первых, нам нужно узнать Бога, как заботливого отца. В первом послании апостола Петра в главе 5 стихе 7 сказано так, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Прежде чем возлагать, нужно вникнуть в последнюю часть этого стиха, ту, которая идет после старославянского слова, ибо здесь написано он печется о вас. Я посмотрел значение этого слова печется, потому что оно тоже не используется сейчас в нашем современном русском языке, я посмотрел его значение в словарях. И в одном из них было такое определение, иметь ревностное попечение о ком-то. И мне кажется, что оно очень подходит для описания того, как Бог заботится о нас. Он имеет не просто попечение, а ревностное попечение. Другими словами, он не просто тянет лямку, внутренне страдая от того, что мы надоели ему, но деваться некуда. Он же Бог в конце концов, он не может себе позволить просто взять и плюнуть на нас, и бросить нас. Совершенно не так. Написано, что попечение это ревностная забота, это ревностное попечение. Вот что это такое. Он ревностно печет о нас, то есть делает это с огромным желанием. И он не просто другими словами исполняет свои отцовские обязанности по отношению к нам, а он действительно любит нас. И, то есть, как это, может быть, сказать по-другому, мы не в тягость ему, а в радость. И поэтому заботиться о нас для него, я так понимаю, что это удовольствие, а не тяжкая обуза. Послушайте, что говорит еще о нашем отце. «Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и, когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, говорит Ишу, будучи злый, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш небесный даст благо просящим у него. Я сам отец двоих детей, а у меня сын, которому 12 лет, и дочь, которой 6. И хотя я очень стараюсь быть хорошим отцом, я знаю, что до идеала мне еще очень и очень далеко. Мне иногда приходится просить у них прощения за мои слова, за мой тон, за недостаток терпения. Иначе говоря, если стандарт доброты это доброта самого Бога, то я, конечно же, не дотягиваю до этого стандарта. И тем самым отношусь к тем людям, которых еще называют злыми. И тем не менее, когда моим детям что-то нужно, у меня никогда нет вопросов, дать им это или не дать. Мы оба с женой в этом смысле устроены совершенно одинаково. Мы готовы скорее пожертвовать чем-то, что нужно нам или что просто нам может быть не нужно, а хочется. И мы откажем в чем-то себе, но обеспечим детей тем, что им нужно. Иногда даже тем, что им хочется в ущерб нам самим. Возникает вопрос, а почему Ишуа сравнивает Бога с нами, грешными людьми? Он говорит, если вы, будучи злые, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Бог, тем более Отец Небесный. Дело в том, что изначально мы с вами были созданы по образу и подобию Всевышнего. И хотя грех исказил в нас этот образ Божий, дело в том, что он, насколько я понимаю, не уничтожил его полностью. У нас чаще всего остается способность любить, если уж не чужих детей, то хотя бы своих собственных и, простите, хотя бы очень несовершенной любовью, но все-таки любить. И поэтому говорит еще, если мы, грешники, все-таки заботимся о собственных детях, то насколько больше любви, заботы и щедрости есть в сердце Бога Отца по отношению к Его детям, то есть к нам с вами. Если мы имеем внутреннюю уверенность в нашем сердце, в Его доброте к нам, в том, что Он действительно ревностно печется о нас всегда и обо всех наших нуждах, то нам будет нетрудно сделать то, что Петр пишет нам, возложить наши заботы на Него. Это второй шаг к жизни свободной от беспокойства. Но как это сделать? Как возложить, если мы действительно понимаем глубоко внутри себя, что Он наш заботливый Папа, Аба на иврите, Отец, который действительно ревностно печется, для которого мы дороги, в тысячу и миллионы и миллиарды раз дороже, чем наши собственные дети нам, как сделать то, что говорит нам Писание, как возложить наши заботы на Него? Это делается в молитве. Давайте прочитаем в четвертой главе послания к филиппинцам стихи шестой и седьмой. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Это то, что нам нужно научиться делать. Потому что дальше следует потрясающее обещание. И мир Божий, шалом самого Бога, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Мессии Иешуа. И это самое первое, что нам нужно сделать, когда мы искушаемы обеспокоиться о чем-то. Нам нужно просто открыть свое сердце Богу. То есть рассказать Ему о наших желаниях и о наших нуждах, попросить Его о насущном хлебе, как Он учил нас и сделать это с благодарностью, как здесь написано, за то, что Он рад слышать нашу просьбу и с радостью ответит на нее. И что нам нужно сделать после этого? После этого нам нужно возложить наши заботы на Него или вручить их Ему. В греческом тексте в этом стихе стоит одно очень интересное слово. Во всем Новом Завете кроме этого места оно встречается еще всего один раз. Возложить я говорю об этом глаголе. Оно встречается это слово еще один раз, когда говорится, что на осленка, которым воспользовался Ешуа, чтобы въехать в Иерусалим, возложили одежды. Слово вообще возложить, возложили, это красивое старинное русское слово тоже, как и посему, как ибо. Всеми этими словами мы в повседневной речи не пользуемся. Что сделали с одеждами? Представьте себе этого осленка. Что сделали с одеждами, прежде чем посадить Ешуа на него? На его набросили одежды, взяли что-то такое, какую-то материю, какие-то одежды и бросили на осленка. И то же самое Писание говорит нам сделать с нашими заботами. Бросить их на Господа. И может быть вам такое обращение с Господом кажется непочтительным. Как это можно что-то бросить на Господа? Но в таком случае давайте посмотрим, что по этому поводу написано в Танахе. В Псалме 36 стихе 5 написано так «Предай Господу путь твой и уповай на него и он совершит». Что значит «предай твой путь Господу» или «предай Господу твои дела» так написано в притчах 16 главе стихе 3. На иврите это звучит «голь эль адонай даркеха». И «голь» это форма глагола галаль который означает катить или откатывать или прикатывать и в Таре он используется очень часто когда речь идет о большом и тяжелом камне. Например именно он стоит в тексте Тары там где Яков отвалил камень от устья колодца для того чтобы напоить овец Рахель или верблюдов я честно говоря даже сейчас не помню короче говоря скот поэтому что мы делаем когда мы возлагаем наши заботы на Господа когда мы предаем наши дела Господу можно сказать что мы взваливаем как написано в Новом Завете все это на него или можно если используя вот этот глагол галаль голь эль адонай даркеха мы откатываем тяжелый камень от себя тяжелый камень наших забот того о чем мы беспокоимся все наши дела все это мы откатываем от себя как будто это тяжелый камень прикатываем Господу и оставляем у него и это очень важно что мы оставляем это там а не взваливаем все это обратно на себя потому что почему я об этом говорю потому что многие из нас привыкли таскать всю эту ношу весь этот тяжелый камень это тяжелое время мы привыкли таскать это на собственных плечах приятно в какой-то момент все это на пару минут откатить от себя, бросить куда-то в сторону, но потом так непривычно, так легко, что нам кажется, что мы обратно должны все это снова повесить на себя, взвалить на собственные плечи. Могу про себя сказать, что это мне лично было трудно этому научиться, потому что я вырос в семье, где беспокойство считалось чуть ли не нормой. Мои, по крайней мере, мама и бабушка были постоянно чем-то обеспокоены. Когда я еще был ребенком, пример взрослых для меня был очень сильным и ненормально для них было не беспокоиться. То есть, понятно, что должна была быть, иногда они отвлекались на телевизор, на что-то такое и забывались, но в принципе обязательно должна была быть какая-то проблема, о которой нужно было беспокоиться, ломать голову, а что с этим будет, а как с тем будет. И поэтому, когда я стал верующим человеком, мне поначалу было странно немножко смотреть на верующих, которые живут действительно без забот. Я думал, что поначалу, что они просто беспечные и безответственные люди, которые не хотят вообще даже ни о чем думать. Я путал эти вещи, беспокоиться и думать. А с другой стороны, потом я осознал, что беспокойство все-таки реально ничего не меняет. И поэтому мне пришлось научиться сознательным усилием воли освобождать мое сердце от заботы и от беспокойства, и все это отдавать Богу. И, наконец, третье решение, касающееся забот и беспокойств, которые нам нужно принять. В Матфея 6 главе, 34 стихе, Ешел говорит так. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Почему мы бываем так искушаемы, беспокоиться о том, что будет завтра, через неделю, через год и так далее. Мы хотим знать будущее, чтобы контролировать его. И это свидетельствует о нашем недоверии Богу, а также отвлекает просто от сегодняшних наших обязанностей и дел. Когда мы ломаем голову над тем, что будет завтра, мы не можем сосредоточиться над тем, на том, что мы делаем или должны делать сейчас. И именно поэтому в молитве, которую Ешел научил своих учеников, есть важные слова. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. То есть на сегодня. Это не значит, что молиться о будущем или думать о будущем или готовиться к будущему нельзя, или это является признаком неверия, недоверия и так далее. Конечно, нет. Мы с вами читаем вторую историю об Иосифе. И мы видим, что именно благодаря пророческим снам его, в частности, тому пророческому сну, который он получил о грядущем голоде в Египте и своевременным мудрым действием, была спасена целая страна, целый народ, также и наш народ был спасен от голодной смерти. И сам Ешел много пророчествует о будущем, очевидно, для того, чтобы мы знали его и могли быть к нему готовыми. Однако при всем при этом мы люди. И наша жизнь, она прежде всего здесь и сейчас, а не где-то в завтрашнем дне. Мы встречаемся с Богом в первую очередь здесь и сейчас, потому что без этого, без этой сегодняшней встречи завтрашней, возможно, тоже не будет. И поэтому уча нас молиться о хлебе насущном на сей день, то есть на сегодня, и оставить завтрашние дела на завтра в наших мыслях, и также в расписании, конечно, Ешел учит нас, опять-таки, просто по-детски доверять Богу. И вот это доверие или вера является, на мой взгляд, величайшим из богатств, которые мы можем иметь. Апостол Яков пишет, что Бог избрал бедных мира, чтобы быть богатыми верой, я цитирую, и наследниками царства, которые он обещал любящим его. И апостол Петр говорит, что истинная, простите, испытанная вера драгоценнее золота. Почему? Золото при всех его достоинствах названо гибнущим, то есть разрушающимся, подверженным разрушению. Оно полезно, но лишь в этой жизни, в то время как вера – это что-то нетленное. И жить, доверяя Богу, это первый шаг к тому, чтобы обогащаться для Него или богатеть в Него. Но, конечно же, не последний. Оставайтесь с нами, и в следующей программе мы поговорим о следующих шагах. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...